Всем привет! Сегодня нас с вами ждет просто беспощадная битва люкса и бюджетной косметики. Как-то на днях я задумалась о том, что у меня в коллекции уже достаточно много люкса, и даже не просто люкса, а каких-то премиум марок по типу Сислы, Ламер и так далее. Это действительно очень дорогая косметика, и мне хотелось понять, смогу ли я сделать аналогичный макияж чем-то более бюджетным. И будет ли бюджетная сторона уступать реально качествам, будет ли страдать процесс макияжа, будет ли страдать растушевка или какие-то другие характеристики. И когда я засела у себя в студии, начала тут свочить, сравнивать, потом наносить это на лицо, играться, в общем-то, с этой косметикой, я поняла, что во многом бюджетные аналоги мне нравятся даже больше, чем люксовые. Сейчас у меня на одной половине лица люксовая или премиум косметика, а на другой половине лица бюджетные аналоги этой косметики. И вот на этом этапе мне сейчас очень интересно провести опрос, который вы можете найти под буквочкой А. И вот если сюда нажмете, то там будет один единственный вопрос, с какой стороны вам кажется, что у меня нанесена люксовая косметика. Это с моей левой стороны или с моей правой стороны. Обязательно сейчас проголосуйте, мне будет безумно интересно потом посмотреть на результаты. Ну что ж, не буду вас томить, давайте переходить к макияжу. Начать я хочу с глаз, а именно с вот этих вот двух палеток, которые, я заметила, достаточно похожие образы создают, особенно что касается матовых оттенков. Если их рядышком поставить, то, в принципе, можно сравнить вот этот оттенок с вот этим, вот этот самый темный с вот этим. И вот эти два вместе формируют что-то типа вот этого оттенка, либо вот этот вот практически то же самое, что вот этот. Единственное, что он немножко более красноватый. Также у них, в принципе, довольно похожи вот этот и вот этот оттенок. Единственное, вот этот, конечно, гораздо более красный, а вот этот такой, как розовое золото, скорее. Ну и хаки оттенки тоже чем-то похожи. Единственное, конечно, Dose of Colors, это, как я уже неоднократно говорила, уникальная текстура. Это мало того, что металлики, еще и с огромным содержанием красивых блесток. Здесь, в этой палетке от Jade Cosmetics таких блесток нет, к сожалению. Я сегодня буду делать что-то попроще. И в основном сосредоточусь на вот этих вот трех матовых оттенках, так же, как и здесь вот на вот этих трех. И потом мы с вами еще возьмем вот этот вот оттеночек. Единственный бюджетный аналог, который мне попался этому оттенку, находится в палетке от Colourpop Sweet Talk. Здесь есть вот этот вот оттеночек, который называется Side to Side. Если их посвочить рядом, то вы увидите, что текстура у них абсолютно одинаковая. То есть и там, и там. Это больше как рассыпь блесток, такая красивая украшающая. И единственное, чем они слегка отличаются, это оттенком. Потому что один такой более выраженный золотистый, а второй более классический такой оттенок шампанского. Но я предлагаю, наконец-то, переходить к практике, чтобы вы уже наглядно посмотрели, как эти тени ложатся, как они растушевываются. Я тоже буду использовать разные кисти для разных сторон макияжа, чтобы никакие оттенки между собой не смешивались. Ну а что касается качества и сравнения качества Dose of Colors и Jade Cosmetics, вы знаете, я бы не сказала, что между ними есть огромная разница. И теми, и другими мне очень нравится пользоваться. Тени пигментированные, при этом они очень легко растушевываются. Абсолютно никогда не было с ними проблем. Очень легко сделать тоже затемнение. Не нужно эти тени по миллиону раз наслаивать для того, чтобы как-то внешний уголок там выделить. Или если вы будете использовать самый темный оттенок для того, чтобы сделать мягкие стрелки, то тоже у вас это легко получится. В общем-то, в плане качества они очень сопоставимы, как мне кажется. Я не могу сказать, что Jade Cosmetics это прям дешевая палетка или какая-то супербюджетная. Но в то же время она гораздо дешевле, чем Dose of Colors. И более того, она еще и доступнее. Потому что Dose of Colors это только заказывать за рубежа с интернета. Когда бренд Jade Cosmetics во многих странах официально представлен. И вы можете просто зайти в магазин, посвочить, выбрать и купить на месте. Но как я вас и предупреждала, эти блесточки довольно сильно отличаются по оттенку. Со стороны Dose of Colors они более золотые, они такие явно выраженно золотые. А со стороны Colourpop они более такие серебристые. Но что касается текстуры, то она здесь на 100% совпадает. И вообще немножко даже жутковато, насколько совпадают оттенки в матовых тенях. Давайте теперь займемся нижним веком. И изначально мне нужно нанести консилер. На люксовую сторону я буду наносить консилер от Sisley. И на более бюджетную сторону я буду наносить консилер от Colour Caramel. Опять-таки разница в стоимости у них просто колоссальная. Sisley гораздо дороже стоит. А что касается в целом моих комментариев по поводу этих двух консилеров. Они в финале достаточно похожими выглядят. Опять-таки и тот и другой это увлажняющие формулы. У них приблизительно одинаковая степень покрытия. Где-то около средней. Они очень какие-то темные круги под глазами ни один, ни второй не перекроют. Ни один, ни второй не пересушивают зону под глазами и не подчеркивают морщины. Именно поэтому я оба эти консилера очень люблю. И в последнее время, кстати, Colour Caramel как-то я пользуюсь даже чаще. Мне больше нравится, как он сейчас сидит у меня в зоне под глазами. Но тем не менее они действительно очень похожи. И я не уверена, что вот когда у меня Sisley закончится, что я буду заново его покупать. Потому что Colour Caramel в принципе мне дает все, что мне нужно. Но не знаю, что вы скажете. Как по мне, результат очень похож между собой. И сейчас я это все буду закреплять пудрой. И здесь опять-таки сторона бюджетная, по-моему, даже выигрывает. На люксовой стороне я буду использовать консилер от Laura Mercier Translucent. А вот с бюджетной стороны я буду использовать пудру, которую я в последнее время полюбила всем сердцем. И откровенно говоря, все мои люксовые пудры сейчас сидят пыляться просто. Потому что, ну это реально потрясающая просто пудра. Я очень хотела ее включить в фавориты 2019 года. Но я посчитала, что это не совсем будет справедливо. Потому что я ее начала пользоваться только в декабре. То есть, ну буквально в самом-самом конце года я с ней познакомилась. Но она моментально просто стала моим фаворитом. И эта пудра от Revolution Pro, которая называется Hydra Matte. Она настолько невесомая, она настолько легкая. Такое впечатление, что она не просто мелкого помола. Она как будто на атомы расщеплена просто. И ее абсолютно не видно в зоне под глазами. Она потрясающе закрепляет любые кремовые текстуры. Будь то тональная основа по всему лицу. Либо просто консилер под глазами. Также, если вы ее используете в зоне, где у вас есть текстура, расширенные поры или что-то неровное. Она очень круто сглаживает. Вот прям как Photoshop выравнивает. Ну и естественно, насколько это может сделать косметика. Photoshop, конечно, сделает это гораздо круче. Но насколько косметика на это способна, вот она это очень круто делает. В то время как Laura Mercier, да, это хорошая пудра. Она не пересушивает зону под глазами. Но в то же время не настолько невесома она выглядит под глазами. То есть все равно ее чуть-чуть больше видно под глазами, чем Revolution. И что касается закрепления всего остального макияжа этой пудрой, то у нее нет такого сглаживающего эффекта, как у Revolution. Ну вот опять-таки, зацените, как по мне, вот эта сторона даже выглядит лучше, чем вот эта. Мне кажется, свежее даже. Она более яркая как-то выглядит. А сейчас я хочу закончить макияж на нижнем веке. Я буду наносить те же матовые оттенки, скорее всего, без самого темного, на внешние уголки глаз. А глиттер положу во внутренние уголки глаз. И мы с вами уже перейдем к туши. Единственная люксовая тушь, которая у меня сейчас есть, это тушь от Lancome, которая называется Hypnos Voluma Porte. И я буду сравнивать ее со своей любимой бюджетной тушью от Belor Design, Podium Dimension. Я не могу сказать, что они одинаковые. Но при этом я могу сказать, что Belor Design мне нравится больше. Belor Design как-то дает мне больше драмы, что ли. То есть, более выразительные ресницы получаются. И, кстати, гораздо быстрее тоже. Lancome тушь тоже совершенно неплохая. Это хорошая тушь. Но в то же время, вот если я приду в магазин, и мне нужно будет выложить деньги за Lancome, или вот как вариант купить вот эту, то Belor Design, конечно, победит. Потому что, скорее всего, меня жаба задавит на Lancome тратиться. И опять-таки, если разницы никакой, то зачем платить больше? Мы с вами добрались до тональных основ. И опять-таки, у меня здесь супер-мега-лакжери. По сравнению с достаточно бюджетной альтернативой. Так вот, на эту сторону мы с вами будем наносить La Mer. The Soft Fluid Longwear Foundation. У меня это оттенок 13-й Linen. И максимально похожей на нее, я считаю, тональную основу от PS Lifting. У меня это 101-й оттенок. Оттенки тоже очень похожи между собой. Единственное, La Mer может быть чуточку темнее. Но вот что касается их свойств, то опять-таки, как мне кажется, они очень похожи. Обе они сияющие. Обе они достаточно сильно перекрывающие. Это достаточно плотные тона, которые действительно вот создают эффект новой кожи. И я люблю эти тональные основы именно на выход. И именно поэтому эти тональные пользуются огромной популярностью у визажистов. Потому что, ну, очевидно, к визажисту приходит человек, которому нужно макияж сделать на выход. Либо для какого-то события, а не просто, знаете, чтобы в магазин за покупками сходить. Также ни один, ни другой не сушит кожу. Хорошо выглядит на протяжении дня. Хорошо держится тоже на протяжении дня. Не заваливаются они сильно как-то в морщины. Не подчеркивают эти зоны. Обе эти тональные основы хорошо подходят и для более возрастного макияжа. Потому что очень свежо на лице выглядит. В общем-то, между собой они действительно очень похожи. За исключением, естественно, стоимости. Откровенно говоря, я сейчас не вижу вообще никакой разницы. Ни в степени покрытия, ни даже в оттенке, ни в финише. То есть, абсолютно одинаково обе стороны выглядят. С люксовой стороны я буду использовать новый бронзер. Я заказала вот такой вот от Chanel. В очень модной дорогой сумочке. Этот бронзер из линейки Les Beige. И оттенок у него Medium. Конечно, у Chanel все очень красиво сделано. Упаковка потрясающая. Здесь также вы получаете кисточку, которой я, честно говоря, ни разу не пользовалась. И что-то как-то желания у меня нет ею пользоваться. И что касается самого бронзера, то выглядит он вот так вот. Этот бронзер отличает то, что он полупрозрачный. Вот его действительно нужно много раз наслаивать. Для того, чтобы получить более-менее такое заметное затемнение. У меня не получается его нанести прям, знаете, с одного раза и просто растушевать. Мне нужно его несколько раз наслаивать, пока мне не понравится тот результат, который я вижу. И я очень со многими бронзерами его сравнивала. И вы знаете, у него уникальный оттенок. Он такой более золотистый и светящийся. И единственное, что мне показалось сравнимо с этим бронзером, это бронзер от Evelyn, который называется Glow & Go Bronzing Powder. И оттенок у него первый Go Hawaii. Вот это тоже аналогичный бронзер в плане того, что он наносится полупрозрачно. И его нужно наслаивать до того момента, как вам уже понравится результат. То есть вы можете совсем слегка пройтись и буквально еле-еле какую-то полутень создать на лице с бронзовым эффектом. И в то же время можно несколько раз понаслаивать, понаслаивать, понаслаивать. И получить уже более такой заметный результат. Опять-таки, после нанесения мне кажется, что результат абсолютно идентичный. Но знаете, здесь какая фишка? Я не могу сказать, что мне этот или этот вариант нравится больше. Мне оба они не очень нравятся по сравнению с моим фаворитом. Вы знаете, что я очень люблю сейчас палетку от Essence Contouring Duo. Мне кажется, со своей задачей она справляется гораздо лучше Chanel или Evelyn или вместе этих продуктов. То есть не совсем это мое. Мне не нравится такая полупрозрачность. И мне еще особенно не нравится такая полупрозрачность именно в золотом оттенке. Я уже вам как-то говорила, что на мой взгляд, хайлайтер от Fenty Beauty, который в оттенке Mean Money Hustle Baby, это практически то же самое, что вот эта вот палетка от L'Oreal, которая называется Love & Glow. Действительно, эти хайлайтеры, ну, очень сильно между собой похожи. У меня разгрожился этот хайлайтер. Что ж ты так со мной жестоко? Момент, сейчас я попытаюсь его реанимировать. Ладно, до конца съемки, надеюсь, проживет. Потом мне нужно будет уделить ему немножко больше внимания. Ну ладно, все равно он нам не понадобится сейчас. Мы будем использовать вот этот вот хайлайтер, ну, вот эти два хайлайтера, потому что они практически идентичны вот этим двум хайлайтерам от Fenty. Здесь тоже более яркий такой металлический есть хайлайтер и более деликатный. Абсолютно тот же самый принцип и в палетке L'Oreal. Первый здесь более деликатный, а второй более насыщенный металлический. И нанесение я начну с более деликатного от Fenty. Чем мне, кстати, Fenty не очень понравился, это тем, что он очень явно золотой. И вот для моего оттенка кожи не совсем то, что мне нужно, не совсем то, что мне нравится. Совсем слегка сверху я нанесу второй, более металлический оттенок. И это, конечно, добавит нам и свечение, и в то же время и немножко текстуру кожи это подчеркивает. Но вот не знаю, опять-таки, мне кажется, сторона с L'Oreal выглядит посимпатичнее, а сторона Fenty выглядит как-то даже немножко более текстурно. Мы добрались практически до самого финала, теперь мне нужно заполнить брови. И здесь у меня опять-таки два очень похожих продукта. Первый это карандаш от Dior. Это тоже новинка, которую я вам не показывала еще. Ну как, не новинка, в принципе, на рынке, а новинка для меня. Это Brow Styler. И оттенок у меня второй Dark Brown. У него дебильная упаковка, мне вообще не нравится. Мне кажется, за такие деньги карандаш немножко подороже должен ощущаться в руках. Он абсолютно невесомый. Такое впечатление, что если сдавить немножко сильнее пластик, то он просто лопнет. Здесь вот с одной стороны щеточка, и у него нет никакого колпачка, он просто выкручивается вот так вот механическим образом. Что касается его оттенка и его характеристик, мне этот карандаш нравится. Я не могу сказать, что он плохой. И оттенок тоже у него достаточно удачный. Это такой вот темно-коричневый, но холодный. Абсолютно не рыжий тон в бровях. Красиво выглядит, хорошо держится. Ну, все, в принципе, с ним хорошо, за исключением цены. Потому что за те же деньги можно приобрести от Debalm карандаш Ferocious. Это оттенок Dark Brown. И мне кажется, они абсолютно идентично выглядят в бровях. От Debalm этот карандаш тоже темно-коричневый, тоже с холодным подтоном. Абсолютно точно так же они наносятся. И одинаково быстро у меня получается, что с одним, что со вторым, заполнить брови, придать им какую-то форму. В общем-то, как по мне, это действительно практически одно и то же, только по разной цене. Если уж совсем в деталях себя рассматривать, то, наверное, Dior немножко более серо-коричневый и холодный. В то время как Debalm такой более истинно коричнево-холодный. Но в остальном, как по мне, разницы никакой. И мне кажется, после донесения фиксирующего геля для бровей, эта разница еще больше сотрется. Вот эту люксовую помаду от VSL я вам еще не показывала. Это тоже новинка в моей коллекции. Называется она The Slim Sheer Matte. И оттенок у меня 102. И признаюсь вам честно, помада эта мне очень нравится. Она вот именно такая вот ходовая повседневная для меня. Очень комфортная. И исходя из названия, я думаю, вы уже поняли, что это полупрозрачная кремовая помада. Вот как раз то, что нужно на каждый день. И сравнивать я ее сегодня буду с аналогичным оттенком, я бы сказала. И в принципе и по текстуре они похожи. Это помада от Belor Design, B-Color. И оттенок у этой помады 104. И если на них вот так вот посмотреть, ну обе эти помады оттенка пыльной розы. Поэтому, конечно, если вы можете раскошелиться на YSL, я бы раскошелилась. Это, кстати, единственное, где я за все видео сказала, что ну вот стоит раскошелиться. Ну действительно приятная помада и упаковка красивая. И вот комфортно на губах. И не стоит в то же время, ну прям супер каких-то сумасшедших денег. То есть все равно это не помада Tom Ford, например. Когда Belor Design, это просто в принципе то же самое в плане оттенка. Единственная формула немножко более такая скользкая гелевая. Когда YSL более именно матово-кремовая что ли. Ну и сейчас самое главное не сомкнуть губы и не перемешать эти две помады вместе. Но я думаю, что вы уже смогли оценить, насколько они похожи. Belor Design немножко более глянцевая. Она немножко больше блестит, ну именно отражает просто свет. В то время как в YSL такой более классический крем, я бы сказала. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. И что вам понравилось, как я подобрала аналоги. Вот поставьте мне за это палец вверх. Я действительно очень старалась. В первую очередь хотелось найти то же качество и те же текстуры. Может быть какие-то оттенки слегка не совпадают. Но в то же время для меня именно главным критерием было, чтобы качество точно не уступало более дорогому аналогу. И если вы хотите где-то сэкономить, чтобы вы могли получить в принципе то же самое. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать нажав на круглую коночку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.